подразобрал немножко этих ступиц передних и вот еще одна ну такая вот досталось видно что пилили видно миллиметровым диском болгарки так и не сняли тут не сильно конечно все равно цепанули как надо было извращаться пытаться вот это все снять разобрать не получается ну возьмите вот вот эту всю причин дали ну если не получается поедем на шарном монтаж вам ребята отобьют ровно за две секунды там вот эти вот гайковертом до пневматическим таким любым другим две секунды все зачем извращаться вот так вот тут подразобрал нижних рычагов сейчас будем мост исправлять переделывать передний ведущий сейчас попробуем ключ сюда набить если набьется и отбить вот этот я думаю набьется если не набьется не получится то вариант как говорится б пневма зубило заодно испытание мы думаю получится в общем пробую пошла вроде пошла все заржавило там конечно так 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 Так, надо что-нибудь поставить, какой-нибудь болт. Не пошло, значит будем сейчас рубить. Так, видно, я думаю видно, я не поменял его. Так, видно, я не поменял его. Так, а где мои глаза, а то я что-то расслабился. Да, конечно тут уже скачет. Так, видно. Короче, китайское зубило не работает. Вот это вообще капец, капец. В общем, по старинке. Если у меня нормальная советская зубила по 45 копеек, буду рубить им. Капец. Сейчас покажу. Вон оно приваренное. Начали гореть резаком и приварили. Офигеть. В общем, раздалбываю. С зубилом абсолютно ничего не происходит. Как-то так. Пытаюсь снять. В общем, немножко помахал тут колдометром. Гаечку раскромсал, расколол. Ну, теперь остается вот приваренная часть. Видно. Я не знаю, она через шайбу не пройдет. Надо как-то ее отсюда тоже сбивать. Но сейчас буду сбивать, тоже стараться зубилом. Вот. Как-то так. Ну, должен ее победить. Все. Сварку тоже срубил. Довольно-таки легко отскочила. И шайбушечка слезла. Все. Теперь сейчас надо ее снять гранатусом. Гранатусом, да? О! Вот он уже и потух. Вот так там. Ну, капец, догадаться приварить. Елки-палки. Совсем, что ли, не олил. Так. Ну, в замену этому зубилу китайскому. В общем, буду делать. Точнее, уже начал делать. Вот хвостовичочек выточил. Дальше просто чуть окультурю. Вот. А тут сточу, заточу его. Да и все. И останется такая бабушка. Еще горячая. Это с гусеничного трактора. Палец с гусянки. Ну, я думаю, вот такая вот он выработан. У меня еще где-то есть. Вот буду делать из него зубила. Материал тут, дай боже. Нагрузки там на гусянках не кислые. Но, тем не менее, он вырабатывается. Они меняются. Вот. Ну, мне пойдет. Здесь была самая широкая часть. Да. Потом идут вот такие вот штукенции. Так, я вот чуть дальше отпилил. И вот как раз на таком смещении выточил вот этот хвостовичок. Так же по размеру его надо будет немножечко, возможно, укоротить чуть-чуть. Здесь сделал заход пружины по размеру. Чтобы она держалась. Все замечательно. Один в один. Вот. Здесь она свободненько. Так же же здесь. То есть, вот снимаю мерки. Здесь десяточка. Здесь 12 миллиметров. Дальше просто сейчас его оккультуриваю. Отрезаю. И стачиваю. Просто его стачиваю. Пускай будет толстенькое. Может пригодится. Все. Вот и все. А там посмотрим. Будет оно ходить, не будет. Но, я думаю, покрепче. Нежели этот пластилин. Так. Ну, не стал это сильно заморачиваться. Так. Чуханул. Очень уж хочется попробовать. Уже. Срезал болгаркой. Поправил все это дело. И заточил. Вот такое получилось зубильце. Оно чуть-чуть длиннее. И мощнее. Как работает. Будет ли оно заминаться вот так. Я не знаю. Но. Металл здесь сразу скажу. Такой дебилый. Не думайте, что вот у меня здесь получилось проточить. Ровно тут за пять минут. Чуть-чуть пришлось повозиться. Сейчас заряжаю и что-нибудь попробую разрубить. Так. Вот такой вот автомобильный болт. Ну, это который тяги держит реактивные. Вот. Накрутил. Сейчас вот так вот его шаймушечку подложил. Чтобы если что, так хоть в губехи-то не долбить. И попробую сейчас разрубить гаечку. Просто. Ну, испорчу. Хотя бы с одной стороны ее. Как оно будет. Будет ли оно работать. Будет ли оно держать. Или вот такое станет. Я его не закалял. Ничего. Вот как есть. Там уже буду посмотреть. Так. Видно. Да, я думаю, видно. Ну, не знаю. Получится, нет. Ну, тем не менее. Чего не попробовать. Зря делал что ли. Вот ты. Край. 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 О! 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 В общем, надо закалять. Так то рубит вроде бы. Но всё равно заминает. все равно заминает. Гайку рубит, но плохо. Вот такие вот дела, думал будет получше, в общем надо будет греть и закалять, даже из этого не получилось с первого раза. Переточил и закалил газовым резаком, чуть ниже грел, чтобы сразу не сжечь вот здесь все это на свете. И как мне там писали в одном из комментариев, то постепенно в ведро. Клац, 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 а потом уже полностью остудил. Сейчас посмотрим, помогла ли закалка такая. Нагрев быстрый и водой. Кто-то писал маслом, но я пока водой, а там буду экспериментировать уже в дальнейшем. Вот если сейчас не получится, тогда все, буду думать что-то другое. Но это уже подбирать, но уже не в этом видосе. Поэтому и так он растянулся. Но сейчас с другой стороны поставлю и попробую долбануть. Замнется, загнется, либо будет работать. Так, вроде пошло. Надо было поставить. Ну ладно. Я не знаю, сколько там в компрессоре воздуха, я думаю хватит, либо дорубить гайку, либо с другого края начать. Вроде держит. Ну, болтик, резьбу срежу, замятую. Я думаю, поправлю. Вот она, друзья, гаечку, кстати, перерубил. Вот так вот. Оно сверху неудобно, кончиком бьет. А так оно рубит по всей этой самой. Так, и что с этим же произошло? Да ничего не произошло. Ну как? Ну видно, что работало. Это вот сорвалось, долбануло в кисы сверху. Ну, получше, чем было. И получше, чем вот это. Отличный вариантик. Можно подправить и уже как-то более-менее смело. Ну это для каких-то экстренных ситуаций. Как вот со ступицей, да? Хоть он и не мощный, но тем не менее можно где-то что-то отрубить. Особенно, когда под машиной и нету замаха. Вот это вот самый, наверное, будет верняк. Все, друзья, всем пока. С вами был Санек. Вот такая вот переделка. Я думаю, работать будет. Как-то так. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok